Книга пророка Изекииля, глава двадцать пятая И о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудинам, потому что они пошли в плен. Зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое. Я сделаю равву стойлом для верблюдов, и снов омоновых пастухами овец, и узнаете, что я Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя, и отдам тебя на расхищение народам, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. Так, говорит Господь Бог, за то, что Моав и Сеир говорят, вот и дом Иудин, как все народы. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф и Ешимофа, Ваал Меона и Кириафаима, открою Бог Моава для сынов Востока, и отдам его в наследие им вместе с сынами омоновыми, чтобы сыны омона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь. Так, говорит Господь Бог, за то, что Едом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение. Зато так, говорит Господь Бог, простру руку мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею. От Фимана до Дидана все падут от меча. «И совершу мщение Мое над Едомом рукой народа Моего Израиля, и они будут действовать и думеи по Моему гневу и Моему негодованию, и узнают мщение Мое, говорит Господь Бог». Так, говорит Господь Бог, за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни. Зато так, говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю кретян и уничтожу остаток их на берегу моря, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними Мое мщение.